...вахтанговской школы. И мне, как бы сказать, интереснее проникнуть в суть этого человека и рассказать о нём зрителю. Посмотри, какой он, посмотри. Вот этот процесс меня интересует, поэтому я тут как бы малость со стороны. Я не погружаюсь. Я не верю в это дело, когда мне говорили актёры, что я, вы знаете, по-другому стал мир чувствовать. Чепуха, это всё, враньё. Ну, а если советская власть скажет солдатам, берите дело мира в свои руки, вот вы, вы возьмёте руку советской власти. Дорогой товарищ, да пусть только скажет это советская власть. А не арабей? Кто? Я? Ну, хотя бы вы возьмите себя, ведь теперь каждому солдату за судьбу всей России отвечать приходит сам. Страшновато, не спорю. Я видел горькие судьбы актёров, которые на этом спотыкались. На Ленине, например, Борис Смирнов споткнулся трагически. Он потом уже не мог играть ничего. Мало того, он стал играть его в жизни. Мало того, он стал себя ощущать, по-моему, можете ошибаюсь, простите меня, Господи. Но, по-моему, он стал уже как бы себя ощущать некой особой личностью. Вот до чего он доигрался. Я по собственному велению сердцу в верности поклянясь, говорю о Владимире Ленине и о том, что главное в нас. Вот уже, разгибаясь под ножей, вырывается мир из тьмы. Начинаются горы с под ножей, начинаемся с Ленина мы. Мы немало столетий ждали И вместили в себя потому Силу всех прошедших восстаний, Думы всех парижских домов. Жгли сомнения, Шли опасности, С четырёх надвигались сторон. Но была на планете партия, Та, которую создал он. Особое качество Михаила Ульянова, качество его дарования, это невероятная, невстречаемая, редкостная убедительность. Он убедителен во всём деталях. Я видел старый фильм, рассказы о коммунистах, и там есть у него монолог. Он что-то говорит. Почему я говорю что-то? Не потому что не помню, а потому что каждое слово его речи было отдельно понятно, а вместе это было нечто неясное. Вообще, так говорили в те времена, обтекаемое и нереальное. Знаете, есть такие стихи, «Коль скоро прежде, чем поскольку», не так, чтобы именно за то, как будто вследствие и только, и так далее. Он говорил какие-то странные знаковые слова. Оторваться было невозможно. Он был так убедителен в этой присущей времени галиматии, он был так убедителен, что я подумал о том, что слава Богу, что он прекрасный человек, а не злодей. Потому что такое невероятное оружие человека, который может распропагандировать кого угодно, такого рода убедительность на службе зла, это была бы невероятная опасность. Я как бы старался все время сломать себя в этом направлении, не поддаваться. Я боялся. Я боялся Жукова, кстати. Боялся, что мне потом не дадут ни одной руль. Жуков играет, но играет, пусть он играет. Такие судьбы были, но я из этого вывернулся в силу принцессы Турандот. Я говорю, почему в силу принцессы Турандот? Я сегодня играю Ленина, а завтра я играю принцессу Турандот. Валяю в ванне. Это дворцовый самодеятельный наш! Нет, для меня есть вопрос. Какие роли ты играл в кино? Ну, конечно, в кино-то ты ходишь? Конечно, хожу. Смотри. Ну, кое-что смотрю. Ну, посмотри на меня, ты сразу поймешь, кого я играл. Ну, смотри внимательно, ну. Софи Лорен. Точно? Слушай, а тебе, небось, трудно было входить в образ. Софи Лорен. Бобрость! Да что? Бобрость! Мне что, войти, что выйти от меня раз в двадцать три раз? Брак по итальянски ты видел? Нет. А о чем это? Ну, Господи, тупой ты. А браки по итальянски? По итальянски. Не наш брак, по итальянски. А Софи Лорен играет роль такой, простой такой, трудовой такой женщины. Трудовой? Ух, трудовой! Понятно. А общая идея какая? Общая идея очень глубокая. Нет плохих профессий. Главное добросовестно относиться к своему делу. Я Колю встретила на клубной вечериночке. Картину ставили тогда багдадский вор. Глазенки кария и желтые ботиночки зажгли в душе моей пылающий костер. Глазенки кария и желтые ботиночки зажгли в душе моей пылающий костер. Любимец Дам был обязан в те годы быть прежде всего героем труда. Режиссеры искали в труде поэзию, и динамичная пламенная индивидуальность Ульянова пришлась как нельзя кстати. Он и сам человек труда, не умеющий жить без дела. Пожалуй, его единственное увлечение, единственное хобби, единственный способ существования дело делать. У него есть рядом с ним его поколение, которое в большинстве своем в массе не работает. И он прекрасно понимает, какие глаза, он сам об этом однажды сказал на худсовете, говорит, а что мне делать, когда я вижу глаза актрисы или актера, которые не работают. Ведь работающие люди и не работающие смотрят совсем по-другому. Ах, сколько жизни он вложил в свою походочку, все говорят, какой он славный морячок, когда идет, его качает, словно лодочку, и этим самым он закидывал крючок. Но жизнь, как утверждалось, есть не только любовь и даже не только труд, а постоянная борьба, социальная драка, конфликт. Герой Ульянова становится советским героем, то есть участником классовых битв, жизнелюбивым, деятельным персонажем. Извините, будьте любезны. А вы к кому? Кто тут больной? Алеша, ложись. Без рук. Алексей, не дури. Отдай мои вещи, Сергей. Проходите. Я уеду на вокзал. Перестаньте, папа. Отстань. Как зовут больного? Алексей Иванович. Алексей Иванович. Мерси.